На каждой станции есть новогодняя иллюминация, снежинки, гирлянды, установлена елочка, вот тигр, символ наступающего года, встречает пассажиров. Все это создает праздничное настроение, чтобы человек с утра, отправляясь на работу, куда-то по своим делам, проникался новогодней атмосферой и чувствовал, что вот он, этот праздник, он для всех нас. На нашем предприятии традиционно такую идею по проведению новогоднего конкурса подали непосредственно работники службы движения. В плане украшения кассовых залов и фаи, станции метрополитена, каждый коллектив, а в коллективе это порядка от 20 до 30 человек, почти каждый принимает участие. Для того, чтобы создать хорошее настроение не только пассажирам нашего города, но и также своим же работникам. В конце года, ежегодно мы подводим итоги, выделяем фаворитов, но каждый коллектив станции не остается без внимания. Мы дарим коллективу или бытовую технику, или кондитерские изделия. Снежинки вырезала, вот сейчас еще доклеиваю. Это просто, чтобы пассажирам было приятно. Даже и нам самим сидим на рабочем месте, и тоже приятно. У нас два вестибюля, надо этот вестибюль нарядить и на тот. Рук не хватает. Территория большая, снежинок полно резать надо. Новый год Новый год, он самый такой желанный праздник у всех людей, в основном. И когда в него вкладывается частичка души при изготовлении каких-либо новогодних атрибутов, это придает ему больше, так скажем, человечности и радости от того, что это сделано своими руками. Исплачивает коллектив. И помимо метрополитена, у перевозчиков, которые работают по автобусным маршрутам, по трамваям, по троллейбусам, также заготовлены новогодние акции, поздравления для пассажиров. И даже планируем запустить специальный трамвай, где будет Дед Мороз со снегурочкой. Настроение поднимает, конечно, Новый год. Кругом в городе. И раньше было в детсадах, во дворах, елки. Елке приятно. Новый год встречаем в хорошем настроении.